Город живет в ожидании. Если сейчас на площади свободы всего лишь пустая сцена и несколько палаток, то уже завтра все изменится. К моменту начала пресс-конференции официально зарегистрировались для участия в марафоне почти 18 тысяч человек. И заявки продолжают поступать, причем из самых разных стран. В этом году в забеге примут участие представители 49 государств, которые в сумме пробегут сотни тысяч километров. На победу в марафоне 2015 претендуют спортсмены из многих стран. Даже таких далеких от Балтийского моря, как Кения, Эфиопия и Марокко. И хотя основной забег намечен на воскресенье, начнется спортивная программа уже завтра. Зарегистрироваться для участия можно и в воскресенье утром, но организаторы советуют поторопиться. Предстоящий большой старт обещает быть не только чисто спортивным мероприятием. Предусмотрена и обширная развлекательная программа. На расположенных вдоль маршрута точках поддержки будет много эстонских музыкальных коллективов и диджеев, которые обеспечат хорошее настроение и участникам, и болельщикам. Открытые тренировки, молодежные и детские забеги с любимыми сказочными героями, ну и, конечно же, красивая церемония открытия и награждения. Воскресенье станет основным спортивным днем. Уже в 9 утра стартует марафон дистанции в 42 километра, в котором примет участие свыше 2000 участников. Затем начнется полумарафон на 21 километр, на который уже сейчас зарегистрировалось около 3400 человек. Ну а самое большое число любителей спорта, а их 10,5 тысяч, участвуют в забеге на 10 километров. Уже сейчас можно сказать, что предстоящий марафон будет самым крупным собранием любителей спорта в Прибалтике за последние годы, а победители получат памятный приз и от властей Таллина. Но вот для участия в настоящем марафоне нужно основательно подготовиться. Самое важное, это как бы все-таки начать немножко раньше, ни в последний момент, ни за месяц, буквально хотя бы за три месяца и хотя бы три раза в неделю делать такие пробежки. Желательно один раз в неделю такую длинную пробежку, именно чтобы понять, что насколько это тяжело, насколько это по силам пробежать два часа хотя бы. Самое тяжелое, это вот именно вторая часть, как говорят бывалые марафонисты, что там вот главное не начать быстро, то есть начинать в своем темпе и спокойно, то есть если начать спокойно, то можно даже и в конце уже ускориться и кого-то обогнать. По традиции марафон привнесет изменения и в дорожное движение, особенно в воскресенье 13 сентября, когда большая часть центра города будет закрыта для движения. На самой беговой дистанции или в ее непосредственной близости движение будет нарушено или закрыто, поэтому двигаясь в сторону центра Таллина, водителям следует запастись временем и терпением или выбрать альтернативный маршрут движения. Следовать временным дорожным знакам, а также сигналам и рекомендациям регулировщиков. Правда, уже к 4 часам вечера воскресенья марафон будет завершен, а движение восстановлено.